всем привет с вами оля сегодня у нас очередное парфюмерное видео и я решила его снять по теме афганцевого направления так называемого как я его называю хочу вам рассказать про аромат на самата black afghan который стоит на парфюмерной полочке моего мужа и про несколько ароматов которые очень на него похожи которые нам тоже очень нравятся и которые занимают достойное место в нашем парфюмерном гардеробе я думаю данный ролик будет интересен как девушкам так и молодым людям так как эти ароматы заявлены как унисекс и я вполне их вижу как на мужчине так и на женщине но сама я их не ношу так как эти ароматы у меня ассоциируются чисто с мужчиной с моим мужчиной с моим мужем поэтому оставляю за ним право носить данные красивые ароматы а сама лишь обонять их со стороны но тем не менее я их не меньше от этого люблю и постараюсь вам сегодня рассказать донести все что знаю все что вынюхала за данный период пока он их носит так сразу оговорюсь то что эти ароматы на себе я не носила поэтому я буду говорить как бы со своей стороны со своей колокольни как бы со стороны наблюдателя так что если вдруг я что-то буду говорить не так пожалуйста меня поправьте но вчера мы буквально сели с ним я нанесла все ароматы на блотер и на самом деле даже тому человеку который носит это эти ароматы который знает их очень трудно было закрытыми глазами то есть в полном неведении сориентироваться где какой аромат вот пожалуйста посмотрите как это буквально выглядело вчера всем привет ну давай теперь да нам сейчас хозяин своих ароматов расскажет как он их отличать умеет курс курс лейлати поженился так гашиш гашиш малец это кто на скобу с афганцем короче вывод то что это нереально сделать даже самому носителю так что можно сделать вывод то что по отдельности каждый аромат он индивидуален но тем не менее если их нюхать закрытыми глазами и вместе они очень очень похожи я бы сказала то что это просто одно такое вот направление как я называю такое афганцевое направление что делать эти ароматы как бы в одну группу их складывает и эта группа нам очень очень по душе вот он пожалуйста все ради чего начиналось это видео разрешение я буду наносить все на блоттер конечно же не было разрешено на самом деле мне разрешено их и носить но как бы не имею не вижу в этом смысла так что будем любоваться со стороны про что у нас этот аромат если вы не знаете да я вам попытаюсь все таки рассказать этот аромат у нас он бесспорно бессомненно удовый но вот очень мягкий очень деликатный очень такой приятный носу с ним же в паре идут древесные естественно ноты и яркие кофейные ноты но скорее всего не молотый кофе вот не кофе в зернах а вот уже либо он молотый либо он уже спитый и это вот кофейные гущи перед вами вот где-то где-то об этом и параллельно либо через какое-то время либо во время носки вступают резкие яркие травянистые ноты но вот эта нота это не трава не ветивер а ноты вот травки конопли если так по-русски сказать да это нота она так и заявлена в пирамиде я к сожалению ну или может к счастью не знаю не приходилось мне никогда нюхать в живую данный продукт но понюхав вот эти все ароматы это вот общая нота она все равно начинает вас чуть ли не преследовать она есть да то есть аромат у нас древесно-кофейный удовый с яркими травянистыми вот этими конопляными нотами сразу могу сказать то что вчера я его нанесла на себя ради такого парфюмерного эксперимента и на мне он стал очень сладким то есть это кофе я бы сказала чуть ли не там не со сгущенкой даст но с сахаром это точно на мужа он более древесно травянистый более древесно-травянистый на мне вот этот уд это кофе даже больше ушло в сладость то есть я примерно понимаю почему его любят девушки и достаточно спокойно его вижу на прекрасной половине нашего человечества совершенно не вижу ничего здесь ярко резкого торгающего брутального как вот некоторые замечают то что здесь пахнет какой-то то ли животины то ли грязным чем-то то ли потным чем-то то есть некоторым людям это ароматы и очень-очень неприятен я не знаю то ли просто нос мы уже видал немало чего да и никаких резких и неприятных нот он здесь не улавливает а только один позитив то ли может быть на людях раскрывается аромат по-разному ну и восприятие естественно у нас у всех разное то есть это понятно да то что на вкус и тебе товарищи нет ну вот эти вот такие сладко травянистые ноты они делают этот аромат я вот не знаю как это сказать каким-то вот волнующим таким пошловатым даже может быть но это в хорошем смысле этого слова то есть он такой привлекающий к себе внимание и не просто вот ну чем-то там пахнет а так пахнет что хочется человека обернуться и все-таки посмотреть на этого человека поближе что же что же он себя представляет то есть этот аромат тот аромат в котором вы точно не останетесь незаметным я так считаю я не носила не знаю но это вот как бы мне не со стороны и человек который носит этот аромат он без сомнения привлечет к себе внимание именно вот тем что о это что то что что здесь вот где-то примерно так мне кажется если описать вкратце о чем же он я думаю то что ну вы примерно поняли да это у нас древесный кофейный удовый смоленистый и травянистый аромат вот травка такая чуть со со сладостью то есть он не сильно сладкий но сладость ним достаточно достаточно количестве присутствует не знаю что еще добавить может быть по ходу действия еще добавлю и дальше сейчас пойдут все те ароматы которые по нашему мнению по мнению посетителей фрагрантики выбирались они тоже также читая отзывы на разных фрами парфюмерных формах большей или меньшей степени похоже вот на этот парфюм да заметьте то что это парфюм опускается в такой бутылочки 30 миллиметровый миллилитровой бутылочки в концентрации духи достаточно стойкий шлейфовый то есть его при я не знаю конечно сколько он распыляет на себя утром приходя вечером с работы не обновляет аромат течение дня он ощутим от одежды вообще очень долго пахнет от волос тоже долго пахнет если верить фрагрантики то все больше людей сделали акцент на том то что black афган у нас очень похож на вот этот аромат это кирс от карнел карнер барселона это версия это парфюм самом деле аромат мы приобрели как первый то есть уже после него был куплен black афгана должны все равно было очень интересно что же может быть такое похоже я так понимаю то что аромат переводится как кожа что-то типа вокруг кожи но кожи я здесь не чувствую здесь опять же вот эти древесно травянистые удовы кофейные ноты но на мой нос этот аромат более легкий более такой какой-то звенящий более воздушный и я даже его иногда примеряю на себя то есть он больше универсален больше такой унисекс афганец он все-таки такой по брутальнее я бы сказала то есть это надо быть сильно смелой девушка чтобы его надеть вот этот вполне себе подойдет мне кажется для носки и даме и девушки и и мужчине здесь судя по пирамиде больше компонентов и он какой-то более такой играющий что ли более переливающийся то есть у афган у него такая узкая направленность здесь у нас есть если опять же верить пирамиде я могу своим носом вычленить прям вот столько много нот там у нас и тмин и шафран и фиалкой мой любимый который я начинаю узнавать цветок этот лабданум судя по пирамиде и вообще вот на мой нос он на самом деле он не такой глубокий как афганец но он более такой жизнерадостный что ли более игривый более переливчатый более многогранный вот я бы так сказала стойкость также у него отличная если например вы боитесь носить афганцы допустим в люди куда-то этот аромат можно без проблем надевать и в офис и вообще куда угодно опять же по моему мнению я не знаю очень хочу познакомиться с остальными ароматами этой марки я знаю то что пока не очень много но они все практически достойные так что если будет возможность я обязательно познакомлюсь потому что этот аромат мне прям очень очень нравится и муж его носит удовольствием смотрите прям чуть-чуть осталось и я тоже очень люблю вы просто обонять от крышечки и иногда даже на себя примеряю с при великим удовольствием опять же следующий представитель афганцев в направлении как я его называю это вот такой аромат от саспира лайлати тоже мы очень долго вокруг да около кругами вокруг да около ходили купили пробник от ливанта с удовольствием муж относил аромат вот ливанте все таки решили мы купить флакон потому что на самом деле очень аромат достойно очень приятный и как раз вот подойдет для любителям афганцев направлении ну и не только для любителей но особенно любит такие вот ароматы тому особенно понравится данные интерпретации до афганцев направлений давайте я буду сравнивать уже с ароматом с которого мы начали да со блэк афгана с носомата этот более мягкий ну а конечно 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 направление одно и здесь вот в этом аромате как раз чуть-чуть добавлены нота ванили что его делает более таким универсальным он не такой яркий но тем не менее он очень насыщенный очень стойкий и ни в чем он не уступает давайте его удержать ни в чем он не уступает своему как я даже не знаю как сказать брату родному что ли да я бы назвала родными братьями этот более сливочный более ванильный травянистые ноты помягче и чувствуется табак да здесь табачные очень красивые ноты ярких кофейных таких вот нот нет но вот кофейные ноты они замещаются ваниль и табаку такие скорее всего замечательные движения были проделаны при всей своей вот этой яркости насыщенности такой вот даже сам флакон нам говорит о том что я такой красотун я такой вообще весь сам из себя он достаточно деликатный да я уже наверное говорил если не говорил то скажу и он более древесный то есть здесь чувствуется вот кедро кедровость какая-то кедровые орешки даже что ли ореховые нотки до проскальзывают ореховые нотки то здесь у нас если так обобщить это деликатный уд это кедр это табак и капли просто капля ванили просто для того чтобы связать все эти компоненты вместе сделать этот аромат универсальным как для одной половины дата так и для другой как для мужчины для женщины я если честно его еще как бы на себя не мерил не применял не примеряла но я не исключаю такой возможности что могу попробовать его выгулить на себе но как уже я говорил в начале видео так как эти ароматы у меня ассоциируются с мужчиной мне бы не хотелось нарушать этот баланс все-таки хочется оставить этот аромат для пользования лично ему потому что ну не знаю своих у меня полно даже не значит на чужую полку залазить вот но очень красиво очень нравится упаковка сама и приятные в руках держать и пользоваться и очень довольны покупкой до следующий флакон это вот такой даркут от my perfumes это по-моему арабский аромат я принял уже вам рассказывала и не раз очень очень достойный очень близки к звучанию и самый экономичный из данной линейки аромат аля афганец ну да конечно когда я нюхаю такие вот к ароматы как лати сам афганец и куирс рядом да и когда нюхаю этот параллельно естественно он проигрывает он более такой спокойный более мягкий более такой простоватый что ли даже но тем не менее от дерева и кофе здесь прослеживается также очень замечательно возможно эти компоненты не такие яркие не такие бьющие в нос но не всегда это нам на руку и данный парфюм он не такой стойкий как вот эти вот первые три аромата про которые я вам рассказывала но тем не менее за свою цену я считаю это очень достойное приобретение тем более например если вы просто хотите до узнать о чем же эти ароматы если у вас не было еще аромат в коллекции и есть возможность купить данный парфюм без сомнений бесспорно это как подойдет как мужчине так и женщине то есть если это как старт да но мы купили вот у нас и такие такие пожалуйста муж отливает себе в атомайзер машину куда-то на работу без без проблем обновляет так как они накладываются друг на друга совершенно не ссорясь не ругаясь и никакого диссонанса на вас нету что у вас там несколько парфюмов да нанесено еще разок обновлю это слад сладкое дерево это кофе это табак это уд то есть все те же самые ноты только только более спокойная более деликатный более такое простое звучание совершенно не напрягающий мозг и совершенно и в пиры в мир в добрые люди следующий аромат из данной линейки это у меня вот ливантия кабул ут здесь у нас 20 миллилитров очень-очень достойный аромат очень похожа по напрям по направленности по настроению по миру ощущению да я не к сожалению что ты не знаю не совсем в курсе не читал не вникала в данную информацию если кто какая-то обособленная линейка у мантали вот этот вот по моему вот от мелоки их мелоки по моему уже добавили нет на фрагрантики и его достаточно редко можно встретить продажи и он почему-то стоит дороже то есть это какая-то обособленная эксклюзивная линейка что ли я не знаю но утка бул он не даст не не так сильно часто встречается хотя найти его можно совершенно без проблем девушка одна по моему распивал его разливал вот мы купили 20 или 25 даже тут миллилитров очень-очень достойный представитель как семейства афганцев так и семейства манталевых как так получилось так что я могу сказать во первых если бы мне дали понюхать этот кабулут закрытыми глазами я бы ни за что не сказал то что это манталь потому что манталь все равно как бы стоит на ступеньку ниже чем какие-то более нишевые ароматы да это у нас переход от люкса книж я бы так сказал то есть мантали у них есть свой узнаваемый почерк который в принципе можно так узнать можно угадать я не говорю то что они там плохи или еще что то нет но у них очень такой читаемый уд который я когда вот потестил очень много-много пробников если вы кстати не видели все мои три серии про мантали обязательно посмотрите возможно вам будет интересно ссылочку на какую-нибудь из них я оставлю там найдете то есть этот мантали он уже такой нишевый нишевый манталь то есть звучание очень такое прям вот прям нишевое я не знаю как это описать но на простой мантали это не похоже то есть это где-то уже на ступень идет выше и о чем же он он все о том же все о том же о чем у нас и black афганы ла лати кирс но здесь в отличие от этих ароматов здесь я больше чувствую травянистых ноток возможно какие-то специи добавлены уже опять же он такой сладковатый возможно сладкий кофе вот что-то такое то есть из этой линейки он более такой фужерный что ли более в травянистые направления но опять же здесь я чувствую у здесь я чувствую кофейные такие гурманские очень очень вкусные очень приятно звучащий ноты скорее всего даже вот эти ноты они в сочетании с этими травянистыми дает такое интересное переливчатые необычное звучание данном направлении ароматов ну не могу я ничего больше другого добавить это опять же тот же самый у дерева и возможен кедр кофе и вот травянистые ноты которые звучат на тон выше чем вот предыдущих ароматов естественно у него звучание и за счет этого становится немного другим немного отличающимся он тоже такой достаточно деликатный достаточно полик политкорректный совершенно отличный аромат очень рада что есть в коллекции и стойкость у него отличный то есть этого от ливанта я думаю нам хватит надолго тем более имеет такие запасы похожих ароматов смысл обновлять наверное нет уже пока и на сегодня последний аромат данный коллег в данной нашей коллекции это блэк гашиш от лакшери парфюм и парфюмс я не помню я вам картиночку пущу тоже достаточно по моему новый аромат достаточно такой нишевая не 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 из самых дешевых но да он смотрите зеленый даже стал этот спрей на самом деле он не красится не афганец никакой другой аромат тоже черный такой мне его выдали буквально прям на пару дней чтобы я про него сняла он также лежит у мужа где-то или машине или на работе раз повторюсь то что эти ароматы они достаточно взаимозаменяемыми если их наложить один на другой никакого диссонанса ничего такого сверх серьезного плохого не случится но вот этот блэк гашиш ну я наверное думаю то что мы все понимаем да что хотел сказать автор и в отличие опять же от тех ароматов которые уже вам показала здесь он более сухой и звучание у него вот когда я их слушаю параллельно конечно уже маленечко другое он всех меньше похож на афганца но направление опять же коридорчик в котором мы идем он один и тот же вот сейчас уже переслушив много много могу сказать то что он всех меньше напоминает но тем не менее он стоит у нас в этой же серии также любим также носим то есть не знаю если вот ливан закончится возможно либо обновим либо купим флакон ну посмотрим пока загадывать не будем пока и так полно всего как я сказал он более сухой то есть травка здесь та которую мы нюхали предыдущих ароматах не уже не нет ни травка не такая сладкая трава мурава а это уже засушенной трава и такое ощущение то что она уже у вас рассыпается в руках такая вот она уже как сказать-то подогретый на солнце пересушенный засушенный то есть пожалуйста нюхайте свои пальчики нюхайте вот это все делайте чего хотите уже с этой травой она уже все она готова мне почему-то создаются ассоциации с какими-то не знаю растаманами какими-то вот этими в шапбоб марли не вот 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 это все вот такая вот какая-то атмосфера жизни такой беззаботной атмосферы праздника вы сами понимаете да с чем это связано аромат опять же табачный травянистый но все вот это уже вот такой вот в подсушенном виде и кофе уже его смололи его выпили и уже кофейные гущи вот это вот она уже подсохла то есть это аромат не свежий смолотого кофе а вот уже такой высохший подветренный подсушенный кофейный гущи очень приятный очень достойный очень я бы сказала даже мужской скорее такой брутальный но брутальность не в яркости напористости насыщенности нот а брутальность именно вот сочетание вот этих вот компонентов как вот я делаю вывод то что в этих ароматах почему они для стали более такими мужскими во первых потому что они всех больше по душе моему может это направление афганцы во вторых они сочетают в себе вот самые такие мужские нотки которые есть наверное в парфюмерии без всяких цветочков без всяких лепесточков но вот чуть чуть в лайлайте есть ваниль вот так вот но ты такие все сдержанные мужские брутальные опять же брутальность не из-за резкости какой-то нет они вообще ни один из них не резки они все достаточно спокойный достаточно плавно такие играющие но тем не менее вот такие не знаю как сказать отличный аромат такой сухенький сух сухая травка сухой кофе сухой сухое дерево сухой зной солнце пальмы не знаю песок отличный блэк гашиш вы даже чуть-чуть дымно-ореховый классный аромат если есть возможность если вы любитель афганцы и еще не пробовали вам он тысячу процентов понравится попробуйте ну это все сегодня возможно будет коллекции в данном направлении нас разрастаться так как мы любители возможно наоборот что-то нас маленько переклинит другую сторону и мы послушаем что-то новое мужское если вы знаете что-то такое интересное нам посоветуйте пожалуйста в мужскую или в унисекс коллекции мы будем очень рады познать что-то новенькое ну все тогда прощаюсь всем люблю целую пока